Уважаемые коллеги, здравствуйте! Меня зовут Жданова Екатерина Викторовна. Я предлагаю вашему вниманию мастер-класс «Волшебная таблица и картинки или украшение строптивой». Данный мастер-класс является продолжением моего предыдущего видео урока «Волшебная таблица или тайна точки невидимки». А сегодня мы посмотрим, как «Волшебная таблица» себя ведет с графическими изображениями. Мы убедимся, что она достаточно капризная и строптивая. И вот как укротить эту строптивую таблицу и превратить ее в такой очень эффективный, яркий инструмент на своих уроках, мы и убедимся, и посмотрим, как это сделать в ходе мастер-класса. Итак, начнем мы с примера. Тема «Части тела». И на этапе введения новой лексики учитель предлагает воспользоваться волшебным рентгеном. Один из обучающихся нажимает на квадрат. «Ай». Ребята слышат правильное произношение слова, а вот значение слов ученики узнают с помощью волшебного рентгена. На данном примере мы видим, что изначально нам дан текст, а вот изображение появляется с помощью волшебной ячейки, то есть самой волшебной таблицы. На самом деле может быть и обратная ситуация. Вот, например, на этом слайде коварный волшебник проверяет, могут ли ребята назвать слова по теме «спортс», «виды спорта», да, с опорой на картинку. Ребята смотрят на картинку и проговаривают, например, «баскетбол», и при перетаскивании карточки в волшебную коробку Magic Box появляется правильный ответ. Ну и так далее. Как же создать подобные упражнения? Вернемся на слайд с коварным волшебником. Уважаемые коллеги, посмотрите, все надписи, все графические объекты, включая волшебника, включая его в волшебную коробку, это всего лишь навсего элементы оформления задания. Волшебство продолжает работать и без них, то есть чудо создается с помощью волшебной ячейки волшебных. А значит, для создания данного задания, прежде всего нам необходимо обратиться к инструменту «Вставить таблицу». Мы создаем таблицу, которая состоит всего из одной ячейки. Размеры данной ячейки и ее расположение на слайде вы выбираете сами, в зависимости от дизайна слайда и от своих собственных предпочтений. От этого же будет зависеть, как вы оформите саму ячейку. Вы можете сделать ее одноцветной, можете выбрать градиентную заливку, к примеру, например, желто-красный вариант, вот такой может быть. На самом деле это не важно. Далее мы создаем фигуру, которую мы впоследствии будем перетаскивать в нашу волшебную ячейку. Выбираем фигуру «Квадрат» и создаем вот такой, к примеру, «Квадрат». И перед нами стоит задача. Мы каким-то образом должны расположить необходимое для нас изображение внутри нашей фигуры. Для этого выделяем фигуру, переходим в свойства данного объекта, в свойства фигуры, смотрим, чтобы у нас была выбрана вкладка «Эффекты заливки» и выбираем опцию «Заливка изображения». Далее нажимаем на слово «Обзор». Появляется окошко, которое поможет нам найти изображение, которое мы сейчас и хотим использовать на нашем слайде. И мы ищем это изображение в нашем компьютере. Где-то у нас на компьютере оно сохранено. К примеру, я выбираю изображение медвежонка. И дальше мы работаем по уже привычному алгоритму. Мы меняем размер фигуры так, чтобы стала видимо только часть этого изображения. И, к примеру, если перед учениками стоит задача ответить на вопрос «What's this?», что же это такое? Ребята смотрят на вот такой усеченный рисунок и пытаются отгадать, какое животное прячется в данной фигуре. При этом они создают какие-то монологические высказывания. Ну, к примеру, «It's a cat», «It's a dog», «It's a bear». А чтобы проверить правильность своих догадок, они перетаскивают изображение, перетаскивают вот эту форму в волшебную ячейку. Следующий вопрос. Как добавить текст? Способ первый. Мы кликаем на фигуре левой кнопкой мыши два раза и в появившемся поле набираем текст, меняя при этом его стиль, как обычно. И второй способ. Мы можем заранее выбрать изображение или создать его в фотошопе, которая уже содержит надпись «Beo». И тогда, при перетаскивании в волшебную таблицу, эта надпись будет появляться в нужном для нас месте. Лично, на мой взгляд, второй способ более удобный. Следующий вопрос. Как правильно подобрать пропорцию? Каким должно быть соотношение между размером фигуры и размером ячейки? Если это соотношение подобрано неверно, то таблица капризничает и показывает нам изображение не полностью. Или наоборот, строптивая таблица может показывать не одно изображение, а сразу несколько. На этом слайде таблица не капризничает. В чем же секрет? Если мы увеличим фигуру до того размера, который мы бы хотели видеть в волшебной таблице, мы заметим, что размер фигуры в развернутом виде и размер ячейки приблизительно одинаковый. И вот в этом случае прием работает безошибочно. Пожалуйста. Отсюда следует совет номер один. Размер фигуры в развернутом виде должен совпадать с размером волшебной ячейки. Еще несколько советов. Иногда может быть такая ситуация. Казалось бы, мы идеально подобрали соотношение размеров, но при перетаскивании второго изображения мы видим, что таблица начинает проявлять свой характер. А так хотелось бы, чтобы упражнение выглядело вот таким образом. Для этого необходимо следовать совету номер два. Для создания упражнения заранее приготовьте коллекцию изображений одинакового размера. Уважаемые коллеги, хочу поделиться с вами еще одним наблюдением. На данном слайде мы видим три одинаковые фигуры. Изображения внутри этих фигур тоже одинаковые. Сейчас я буду менять размер фигуры. И мы с вами увидим, что в каждом случае область, которая остается видимой, разная. В первом случае видимой остается область левого верхнего угла. Во втором случае мы видим левый нижний угол изображения. А в третьем случае мы видели правый верхний угол. На самом деле все эти различия очень легко объяснить. Первая фигура была создана с помощью инструмента фигуры. Об этом мы уже много раз говорили. Вторая фигура была создана с помощью инструмента перо распознавания фигур. С помощью него можно тоже создать квадрат или прямоугольник. Третий квадрат был создан с помощью другого инструмента, который называется правильные прямоугольники. Каким способом будете пользоваться вы, зависит только от вас. Но не забывайте, что от способа создания фигуры зависит область, которая остается видимой при уменьшении фигуры. И последний нюанс на сегодня. Уважаемые коллеги, работая с волшебными таблицами, я выяснила, что оказывается строптивными бывают не только сами таблицы, но и фигуры. Например, создав вот такое упражнение, сохранив файл, я открыла его спустя какое-то время. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила его совершенно в другом виде. Посмотрите, все квадраты, оказывается, стали одинаковыми. Такое происходит не всегда, но риск этого есть, это нужно признать. То есть существует такая тенденция, что одна и та же фигура на слайде пытается использовать одно и то же изображение в качестве своей заливки. Ну вот такая вот особенность, если хотите, такой глюк может приключиться. Вот чтобы избежать такой сложности, избежать этого каприза, нужно поступить проще. В рамках одного слайда можно пользоваться разными фигурами. И тогда все работает идеально. Следовательно, совет номер 4. На одном слайде целесообразно использовать разные фигуры. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Конечно же, волшебные таблицы не являются самым простым инструментом в работе. Процесс достаточно трудоемкий. Но, согласитесь, разнообразие – это неотъемлемая часть успеха в нашей деятельности. Поэтому я очень надеюсь, что мои советы помогут вам освоить очередной прием, с помощью которого вы сможете привнести еще большее волшебство на ваши уроки и порадовать своих учеников. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!